Всем привет! Сегодня буду готовить печенье на кислом молоке. К мягкому сливочному маслу добавить сахар и ванильный сахар. Перетереть вилкой. Добавить яйцо, щепотку соли и молоко. Перемешать. Добавить часть муки и разрыхлитель. Перемешать. Постепенно добавляем муку, замесить мягкое тесто. Перемешать. Раскатать тесто в пласт толщиной 7 миллиметров. Вырезать печенье и выложить на застеленный противень. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Получается очень вкусное, мягкое печенье. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока! Всем привет! Сегодня буду готовить кексы на кислом молоке. К муке добавить разрыхлитель и соль. Перемешать. В миску вбить яйцо комнатной температуры. Добавить сахар и перемешать венчиком. Не взбивать. Затем добавить молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Перемешать. Постепенно добавить мучную смесь. Перемешать до однородности. Подготовить формочки. Я буду выпекать в силиконовых формочках. Если выпекать в обычных, смазать маслом. Разложить тесто по формочкам. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Готовые кексы можно посыпать сахарной пудрой. Очень вкусные воздушные кексы. Приятного аппетита! Всем привет! Сегодня буду готовить рогалики на кислом молоке. Все продукты должны быть комнатной температуры. В миску вбить яйцо. Добавить сахар и щепотку соли. Влить кислое молоко или кефир и растительное масло. Перемешать до однородности. Затем добавить разрыхлитель и часть муки. Перемешать. Постепенно добавляем муку замесить мягкое эластичное тесто. У меня ушло 370 грамм муки. Начинка может быть любой. Тесто разделить на две части. Каждую раскатать и посыпать сахаром. Разрезать на сегменты и сформировать рогалики. Продолжение следует. Приятного аппетита! Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Получаются очень вкусные, ароматные рогалики. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...